Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Меня зовут Кубеков Михаил. В следующий июль я в следующий июль познакомился в школе и в следующий июль я учился в школе в Московском государственном университете имени Ломоносова. Но я не знаю, что я знаю. Что я знаю? Я знаю. Егор Кашкин. Я руководитель экспедиции Московского государственного университета имени Ломоносова, который работает здесь в Кузнецово и в окрестных деревнях с носителями горно-марийского языка. Я учился в школе? Он занимается здесь изучением фонетики, грамматики и лексики горно-марийского языка. Ну, дело в том, что горно-марийский язык изучен, ну, несколько хуже, чем луговой-марийский, и поэтому экспедиция призвана восполнить вот такой пробел в исследовании этого языка и открыть, ну, какие-то новые факты, которые пока не описаны в фенографической литературе. Вот. А кроме того, мы изучаем и горно-марийский язык, ну и разные другие языки, которыми экспедиция занималась раньше в сопоставлении с другими языками, как финногорскими, так и генетически далекими языками, с тем, чтобы найти общие различные черты между языками мира, ну и в конечном итоге такая работа, она приближает к ответу на вопрос о том, ну, каков в целом может быть, возможно, естественный язык у человечества, и какие явления бывают в языке часто, какие бывают там реже, какие бывают в нем никогда, и почему так происходит. Цель лингвистити, как науке, она состоит в принципе в том, чтобы ответить на этот вопрос, но мы вот стараемся вот внести посильный вклад. Ну, надо сказать, что, там, с одной стороны, когда ученый-лингвист рассматривает логовой-марийский, горно-марийский языки, он понимает, что это некоторые языки очень близкие, и в принципе, ну, даже вот среди тех языковедов, которые интересуются марийским языком, марийским языками, в общем-то, даже нет единого мнения о том, является ли это в действительности двумя разными языками, или мы имеем дело с луговым наречием и горным наречием одного марийского языка, это вопрос такой спорный, в принципе, за ту и за другую точку зрения есть там свои аргументы за и против, но при более внимательном рассмотрении оказывается, что различия на разных уровнях ну, достаточно существенны, то есть ну, в горно-марийском языке, да, как и в литературе описано, есть там некоторые звуки, которых нет в луговом марийском, там некоторые слова произносятся по-другому, звучат по-другому и ну, не могут быть там сведены прозрачным образом к своим луговомарийским аналогам, и кроме того, когда мы начинаем детально изучать грамматику этих языков, ну, да, то мы понимаем, что не все грамматические явления устроены в них одинаковым образом и бывают какие-то частные различия в том, ну, как используется в одном или в другом языке ввинительный падеж, в том, как используются так называемые сложные глаголы, например, в луговом арийском и горном арийском, но иногда это какие-то различия, вот, которые видны, ну, буквально вот на шаг 2, да, но все равно, как бы, важно вот понять, в чем эти шага 2 состоят иногда это ну, более крупные различия и, ну, как бы, требующие уже там достаточно серьезного отдельного изучения в городом арийском, потому что те описания, которые есть для лугового арийского, ну, просто в некоторых случаях здесь не работают ну, луговой, ну, про луговой марийский язык мы уже сейчас сказали, да, что, естественно, это такие достаточно близкие, ну, языки или наречия, там, смотря как считают друг с другом, ну, вообще, ну, и как горном аристе, так, в общем-то, и луговой марийский языки, они оказываются в таком двойственном положении, потому что, с одной стороны, они относятся к финно-угорской языковой группе, ну, они близки, там, например, к мордовским языкам, да, гарзианскому и макшанскому, вот, и, в принципе, некоторые исследователи объединяют их в единую такую вот финно-угорскую ветвь, да, финно-угорской семьи, да, если мы сравниваем их с другими финно-угорскими языками, ну, например, коми, там, или удмуртским, да, то мы тоже понимаем, что эти языки родственны друг к другу, и, ну, несмотря на то, что между ними есть, естественно, много различий, сходств мы тоже можем найти очень много, вот, но помимо этого представители марийского народа жили, ну, и живут многие столетия в окружении тюркских народов, да, ну, вот отсюда, из Кузнецова можно, например, дойти пешком до Чувашии, да, из, там, каких-то районов, где живут луговые морейцы, там, не так сложно попасть в Татарстан, и вот эти вот контакты с тюркскими народами привели к такому взаимообогащению языков тоже, да, что, там, как описано в литературе, идет счет, ну, просто на сотни лексических заимствований из марийского в тюркские языки, там, наоборот, в тюркских языках из марийского, и, кроме того, некоторые грамматические явления, которые существуют в марийских языках, они, ну, по всей видимости, сформировались здесь по тюркским влияниям, ну, про те, те же самые вот так называемые сложные глаголы, да, это там достаточно подробно описано, что, скорее всего, они появились, ну, за счет того, что это конструкция очень продуктивна в тюркских языках, ну, тогда как в финно-угорских языках, ну, если сравнивать с тюркскими, ну, как бы, такие явления бывают, но они гораздо менее продуктивные, в общем, здесь можно предполагать влияние, да, но вот тем самым горно-морийский язык и луговой морийский, с одной стороны, да, они несут в себе много финно-угорских черт, естественно, с другой стороны, и много тюркских инноваций в них возникло, и уже возникло давно, и прижилось. Да, ну, что касается вот, ну, Кожла Марова, да, которых вы сказали, и уральских морийцев, ну, здесь я, наверное, воздержусь этот ответ, их уверенно причислять к одной или к другой группе, ну, потому что я не работал сам вот очень подробно с носителями этих, там, языков или диалектов, да, и, как бы, сложно вот так и с первых руках оценить, ну, что касается лугового морийского и горно-морийского, ну, лично мне кажется, что правильнее это считать двумя разными языками, потому что, ну, во-первых, они, ну, не всегда на сто процентов взаимопонятны друг с другом, судя по всему, как мы, да, здесь у людей выяснили, во-вторых, ну, достаточно много различий все-таки между ними сформировалось, и, кроме того, ну, есть такой фактор, как наличие двух литературных норм, да, все-таки в школах, ну, в тех районах, где живут луговые морийцы, где преподают литературный язык, ну, на основе, там, луговоморийского наречия или луговоморийского языка, да, здесь преподают литературный язык уже на основе горного наречия, там, или горно-морийского языка, и все-таки, ну, когда происходит такое вот расхождение литературных норм, ну, скорее, все-таки, наверное, довод за то, чтобы уже говорить о двух разных языках. Ну, рабочий день экспедиции начинается уже с утра, то есть с 8-9 часов утра мы Мы работаем с носителем языка, и он продолжается это в течение всего дня, но зависит от того, когда там, или человеку удобно с нами работать. Ну, экспедиции, ну, есть, естественно, завтрак, обед, ужин, да, который мы себе готовим здесь сами по очереди, то есть никаких поваров у нас нет. Вот, работаем мы с людьми как в школе, так и у них по домам, тоже кому как удобно. Вот, по вечерам мы проводим ежедневные семинары, где обмениваемся, собранные за день информации, обсуждаем все насущные вопросы, но в течение дня каждый человек работает с носителем языка, ну, в среднем 3 часа, ну, помимо, ну, в свободное от работы время он должен обработать свои материалы, понять там, что он спросил, что он получил, там, проработать какой-то опросник на следующий день, да, там, обсудить свои результаты с другими людьми, вот. Ну, кроме того, у нас был выходной день, вот, в прошедшее воскресенье мы ездили в Вишкарлу, ну, просто погулять немножко. Это как дела? А, меня зовут Таня, да. Каши Целда? Откуда вы? Я из Орла, но я учусь в Москве. В Вангу, да, я так понимаю? Да, да. Кашкира-то? Куда вы идете? О, я иду работать с жителем села Виталием Аркадьевичем Бычковым, и мы с ним будем разбирать текст. Кашкира-то? Да, очень нравится. Тут, не знаю, для меня все люди такие добрые здесь, но тут, правда, какие-то другие люди будут. Ну, тут более спокойная жизнь, никто никуда не спешит. Но в то же время у каждого есть занятия, все очень занятые, и вот, например, тот же сенокласс. Все сейчас на сеноклассе, и я удивлена, сколько времени люди этому посвящают. Ну, тут мы видели, дом продается, возможно, когда-нибудь. Да, но мне придется, видимо, если делать такой выбор, ну, как-то разорваться между разными местами, потому что помимо горно-марийского проекта, в общем, бывают еще тоже разные другие. Вот еще в Ямал-Ненците округ, например, езжу в экспедициях, ну, можно, может быть, по полгода жить там, по полгода жить сям, там как-то рассмотреть эту возможность, ну, поживем-увидим. Ну, вот, наши участники экспедиции очень заинтересовались, ну, помимо марийского языка и марийского культуры, и марийским песнями, и некоторые песни, они учились петь, да, я думаю, что могут это сделать. Как вас зовут? Ксюша, меня зовут Ксюша. Кшитсал, да, откуда вы? Из Санкт-Петербурга, научусь в Москве. Ну, после года обучения, это довольно необычно, когда ты сам сталкиваешься с тем, что изучаешь язык, а не просто сидишь в аудитории и слушаешь лекции. Ну, и это очень интересно, попробовать себя в полевой лингвистике, потому что я давно мечтала поработать в поле с каким-то, ну, с одним из языков России. Так что, да, я считаю, что это хороший опыт, мне очень нравится. Здесь очень красивые места, эти овраги. Просто чудесно, когда ты идешь к информанту, спускаешься, поднимаешься, собираешь полевые цветы. Ну, здесь очень красиво, мне нравится. Ну, и, конечно, очень добрые и приветливые люди. Меня зовут Аси Горейшина. Откуда вы? Я родилась в Москве. И учитесь в МГУ? Нет, я закончила в 2013 году. Сейчас я езжу в экспедиции по финнуковским языкам, практически излюбив к самим финнуковским языкам. Та же? Как сэлем даже? Меня зовут Полина Полишак. Да, я из Санкт-Петербурга, что... В Санкт-Петербург году. Да, Москва, что университет, что... Та меня... Санкт-Петербурга, что... Санкт-Петербурга, что... Санкт-Петербург, что... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, а скажите, пожалуйста, как будет по-амарийски обидно, что он не пришел? Или жалко, что он не пришел? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok